Здравствуйте, меня зовут Павел Яндовицкий и в эфире программа Паша Тревел Гид. Зима 2012 выдалась морозной. Такие устойчивые продолжительные холода для Ставрополя редкость. В это время особенно хочется тепла, но чтобы побывать скажем в тропиках, отправляться в турагентство и покупать дорогую путевку совсем не обязательно. Можно приехать в ботанический сад. И вот мы оказались в тропической атмосфере. Директор ботанического сада Владимир Хожевников расскажет, что здесь растет. У нас около 1100 видов тропических, субтропических растений в закрытом грунте. Здесь в зимнем саду имеется около 300 различных видов, которые не только просто растут, но и цветут, дают прекрасные съедобные плоды. Но уже не говоря о том, что в течение всего зимнего периода мы можем здесь гулять и общаться с нашими растениями. Они посажены вот именно с использованием максимального их декоративного эффекта. У нас несколько групп растений. Семейство фикусовые, прекрасные фикусы от маленьких до выросших уже практически до верха. У нас вот семейство пальмовые имеют и тропическое происхождение до самого верха уже доросли, и субтропические. У нас большое количество растений, представители семейства миртовые, которые не только дают прекрасные листья, дают красивые цветы. Это и псидиумы, дающие прекрасные плоды. Ну и, конечно же, не могли не посадить такое прекрасное растение, как эвкалипты. Эвкалипт лимонный и несколько других видов. Ну и, конечно же, практически всегда цветущие растения цитрона, которые имеют и запах вот такой прекрасный цветов, и съедобные плоды, имеющие вот такие вот маленькие, большие, уже дорастающие до килограмма и больше. Лимон, да? Да, практически лимон. Сейчас у нас кофейное дерево дает плоды, практически никто, что у нас из наших людей не видел, как выглядят плоды кофе и из чего делают этот прекрасный напиток. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Честно говоря, в этот зимний сад я попал впервые. Ощущение потрясающее. Можно прийти и присесть на лавочку. Вокруг вас окружает теплый влажный воздух, растут пальмы и другие заморские растения. Если не смотреть наверх и не видеть крышу из пластика, то может показаться, что вы находитесь, к примеру, в сочинском дендрарии. Очень редкие растения папайи или дынное дерево. Прекрасные плоды дает уже второй год, и оно достаточно редко, но тем не менее растет у нас. И вот банановое растение, подчеркиваю, не пальма, а именно самое крупное травянистое растение. Банан деликатесный, дающий съедобнейшие плоды в нашем зимнем саду. Регулярным образом дает плоды. Ну и, конечно, нельзя не сказать о том, что у нас большое количество и корделин, и других растений, которые здесь у нас имеются в ботаническом саду, не дающих плодов, но имеющих вот такие вот красивые листья. В другой части оранжереи можно увидеть вот этот большой бассейн. Температура воды в нем под 30 градусов. Купаться здесь, конечно, нельзя. Зато можно увидеть множество интересных водных растений, например, цветущие кувшинки. Или этот куст, через который вы смотрите на меня. Это папирус, на котором писали древние египтяне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Как говорят специалисты, летом воды в бассейне не видно. Вся его поверхность покрыта различными цветущими растениями. Но если вы приехали в ботанический сад зимой, хорошо провести время можно не только в теплицах. На улице также можно найти и увидеть много интересного. Туда мы сейчас и отправимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ботанический сад в 1959 году появился. Основоположником был Василий Васильевич Скрипчинский. Выделено было 43 гектара территории за городом, на который практически выращивали здесь овощные культуры. И были огороды жителей города Ставрополя. И вот все, что мы увидим сейчас, все было посажено только нашими сотрудниками. Поэтому здесь было чистое поле. Все деревья, кустарники посажены за эти вот 52 года существования нашего учреждения. На что можно посмотреть именно на открытой территории? У нас сегодня создано 23 фитоциноза, растительных цинозов, в которых представлены рощи березовая, буковая, сосновая, елово-пихтовые рощи, степные сообщества. То есть это такие крупные массивы, которые уже сформировались и показывают именно, как растут растения в этом сообществе. Скажите, а любой человек может посетить ботанический сад? Да, конечно. В будние дни у нас приобретается билетик достаточно дешевый и по всей территории могут ходить с 8 до 17 часов. В субботу с 10 до 17 часов и в воскресенье мы разрешили в течение зимы посещение совершенно бесплатное при условии, конечно, сохранности наших коллекций. В субботу с 10 до 17 часов и в воскресенье мы разрешили в течение зимы посещения. На теплолюбивые растения посмотрели, самое время отправиться в гости к теплолюбивым животным. Савропольский краевой заэкзотариум находится на тихой улочке Комсомольской. Это необычное здание. В нем жил Герман Лопатин, так уважаемый коммунистами. Это первый переводчик книги Карла Маркса «Капитал» на русский язык. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, кто у вас здесь живет? Наша выставка представлена более 100 видами животных. Среди них как различные рептилии, так и множество млекопитающих. Они все собраны из разных мест обитания. То есть есть и ваи, которые распространены в Азии, в Америке, в Европе. Можете увидеть большое количество представителей из разных мест. Это только земноводные или это другие животные? Кто это? Абсолютно разные. Есть как черепахи, крокодилы, змеи, также и теплокровные, сурикаты, носухи, агути. В общем, очень много всяких. Зимой не холодно тепловым? Нет, конечно, не холодно, но здесь поддерживается определенная температура, которая приближается примерно к их местам обитания, к их условиям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По соседству в центральном парке расположился контактный зоопарк. Он будет особенно интересен для маленьких посетителей. Здесь зверушек можно и потрогать, и покормить. Здравствуйте! Здравствуйте! Познакомите нас с вашими обитателями? Да, конечно, проходите. Расскажите, пожалуйста, почему ваш зоопарк называется контактный? Ну, потому что в нашем зоопарке можно не только посмотреть на животных, но и поконтактировать с ними. То есть потрогать, погладить, поиграться с ними, покормить, что особенно любят дети. Вообще биологи утверждают, что это даже полезно очень для ребенка, для развития. Вот именно контакт с животными, это обучает добру. Вот, это у нас як. Вот так можно трогать, да? Да, да, можно его трогать. Она абсолютно безобидная, она ей очень нравится, когда ее гладят. Да? Это девочка вот у нас. Она еще маленькая, ей 8 месяцев. Еще у нас в зоопарке есть кролики. Это, конечно, просто вообще любимцы публики, детишек. К ним можно прям заходить туда внутрь. Детки имеют возможность прям брать их на ручки, бегать за ними, в догонялки с ними играют. Вот. Есть еще у нас козлятки. Недавно родились, кстати, серый и один белый. Вот. Это у нас Гуанако. Он приехал к нам из Австралии. Можно его покормить. Морковку любит? Да, очень. Они откусят, ну ничего? Нет. Зубастая. На, ну что же ты делаешь? Ты же должна ее съесть. Давай. Ага. Вот. Сейчас, сейчас. Вот так вот так. На этом наш растительный животный выпуск подошел к концу. В следующий раз мы продолжим путешествовать по Краевому центру и поговорим об искусстве. С вами был Павел Линдовицкий. За камерой работал Николай Попов. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok